Вот такое зарево увидели местные жители после звука мощного взрыва на нефтеперерабатывающем. В полночь пожар охватил трансформатор. Огонь перекинулся на 500 квадратных метров сухой травы вокруг. Жители заводского поселка говорят, что ночное ЧП их здорово перепугало. Вчера я проснулась от такого гула. Я думала, что пришла война. Это же ужас какой-то. Типа как стреляют, типа что-то взрывается или еще что-то. И смотрю, света нет. И все, и я вышла посмотреть. Это же неоднократно. Но такого взрыва я еще не слышала. С начала первого ночи мы проснулись от того, что был сильный взрыв, как будто бы. Трещала одна трансформаторная будка. Был сильный вспыш. Пока люди ждут возвращения света в свои квартиры, рассказывают, что кабели и провода на заводе нещадно срезают и сдают на металл. Вероятно, виновники этого взрыва тоже они. Охотники за металлом, говорят местные. Пожарные читали, что полностью погасили огонь. За час особых сложностей у них не возникло. Интересно другое. С довольно штатным пожаром справиться пусть даже не работающий завод, но с дежурными группами самостоятельно не смог. Лучшей иллюстрацией происходящего сейчас на заводе являются вот эти боксы. За их дверями находятся пожарные автомобили. Это некогда сороковая пожарно-спасательная часть. Службу здесь несли сотрудники ГСЧС, а автомобили заводские. И когда вчера ночью загорелся трансформатор, эти автомобили так и остались стоять на своих местах. А тушить пожар прибыли расчеты из города. Прямо здесь же мы убедили, что разговоры местных о небывалом воровстве металла правдивы. Возле этих боксов прямо под моими ногами лежит изоляционная обмотка давно срезанных кабелей. И как вы понимаете, внутри уже ничего нет. Охотники за металлами давно сдали свою добычу на пункт приема. МПЗ давно превратился в место, где застыло время, а разруха медленно съедает метр за метром бывшего промгиганта. Специалисты говорят, что после его закрытия работу потеряли 1300 человек. Задолженность в 35 миллионов гривен перед ними так и не погасили. Ситуация с остатками технологических реагентов тоже угрожающая. Этот завод является бомбой замедленного действия для города, поскольку на территории завода хранились и хранятся до сих пор кислород, водород, аммиак. Сейчас внутренние помещения завода выглядят вот так. Здесь не только разрушают, но даже упражняются в стрельбе. А это то самое тотальное воровство, о котором говорят бывшие нефтяники. Кабели, провода, драгметаллы из аппаратуры – все исчезло. Оказывается, охотники за металлом не простые бродяги, а искусные похитители, оснащенные серьезной техникой. Запускаются дроны, из которых рассматривается, есть ли охрана на предприятии, нет охраны на предприятии. То есть вы понимаете, что здесь работают профессионально. Здесь не какие-то, скажем так, заезжие наркоманы, которые там пришли украсть проводок себе на дозу. Как минимум 3-4 раза в неделю полиция приезжает на Одесский НПЗ фиксировать факты хищения. Не единичные случаи. Воровство на Одесском НПЗ, оно дошло уже до промышленных масштабов. Когда кабеля вырезаются сотнями метров, силовые кабеля, профессиональным инструментом с эстакад. Бывшие работники говорят, что территорию охраняют автопатрули полиции и ведомственная охрана. Однако этого недостаточно. Кстати, в полиции об инциденте сообщили, что следов взлома не выявили. И пока все ищут крайнего, люди ждут, когда в их домах появится свет. Местные чиновники говорят, что вместо сгоревшего трансформатора уже готовы установить новый. Горсвет занимается этим вопросом. В экстренном порядке господин Прокопец, который возглавляет у нас организацию, делает все невозможное и возможное для того, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить светом. Грузит сейчас трансформатор, необходимое оборудование для того, чтобы приехать сюда и эту проблему устранить. Установка трансформатора, конечно, вернет свет в квартиры. Вот только местные хотят, чтобы их подключили городским сетям. Как это ранее сделали с отоплением. Два года назад здесь установили теплопункты вместо заводской котельной. А главное, люди ждут реанимации родного завода. Но затянувшиеся судебные баталии отпугивают инвесторов, как кот мышей. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.